Здравствуйте! Всем, кто хочет автоматизировать некие рутинные действия в браузере по работе с копированием данных, можно использовать программу iMacros. Ну, iMacros, я насколько понял, это и как существуют версии для браузеров, так и отдельные программы. Отдельная программа продается и там есть какой-то удобный функционал, но я, к сожалению, не нашел бесплатной версии. Триал у меня закончился, поэтому я пользовался версией, которая идет как к браузеру. Вот, значит, ну, например, что я решил автоматизировать при помощи iMacros, это передача заказов в курирскую компанию Axiomus. Axiomus до сих пор не разработал как бы интеграцию с битриксом и пока что не планирует, поэтому как бы переброс заказа из битрикса в Axiomus пока производится, ну, у нас в магазине вручную, поэтому я решил попробовать автоматизировать, ну, в принципе, и получилось, поэтому хотел показать процесс, как это происходит. Ну, значит, я в первую очередь поставил iMacros в Chrome. Значит, выглядит он вот так, боковая панель появляется, здесь как бы список скриптов, но рекомендую вот потестировать вот эти все скрипты, чтобы посмотреть, как это работает. Ну, там внутри есть код исходный, вот, ну, в принципе, изучить лучше сначала вот этот тег, как работает. Он достаточно несложный, как бы, и, в принципе, как бы сначала вроде кажется что-то непонятное, но потом логика его работы очень, как бы, достаточно простая. Для изучения лучше всего использовать, как бы, либо, ну, родной сайт, который на базе Вики сделан, ну, iMacros Вики называется. Там куча примеров, ну, на английском языке еще и русскоязычный сайт, имакрос-хелп. Сейчас я его где-то здесь открывал. Ну, в общем-то, вы можете... А, вот он есть. Здесь, в принципе, вот эти команды описываются и, как бы, здесь можно почитать и изучить, что это происходит. Ну, в общем-то, все это строится на поиске каких-то в HTML кусочка текста и потом последующие там вытаскивание этого куска текста из HTML. Ну и, собственно, что я реализовывал, это я взял админку, заказ в админке битрикса, да, и, собственно, передал в сюда данные, которые, ну, заполнил данные, которые мне здесь нужны. Получилось не все данные передать, ну, потому что там, как бы, некоторые строки требуют обработки, ну, потребуются дополнительные знания джаваскрипта. Там есть команда, которая позволяет в, ну, в iMacros произвести вычисление в джаваскрипте. Ну, я, как бы, не стал изучать, поэтому сделал попроще. Ну, и вот, как бы, как это выглядит, сейчас покажу. Значит, запустил iMacros. Ну, сейчас код немножко прокомментирую, что там сделал. Ну, берем, открываю, правой кнопкой редактировать. Вот эти, значит, ну, по строчкам, эти три строчки, это просто, как бы, отключить отладочные окна, это в случае ошибки, там, возникающей ошибки продолжать обработку скрипта и с тайм-аут при ошибке, ну, помолчай, 6 секунд, это 1 секунда. Ну, тут, в общем-то, это обнуляется переменная, которая занимается экстрактом. Ну, и, собственно, тут вот сделаны куски текста, которые позволяют находить информацию о покупателе, телефон. Ну, хочу просто тут обратить внимание, что я использовал вот такую тег POS R1. То есть, я отталкивался, находил сначала, например, поле телефон в HTML, да, а вот это поле уже POS R1, как бы, искал относительно найденного поля телефон. То есть, соответственно, мне позиционирование и поиск дальнейшего вот этого атрибута ввелся вот таким образом. То есть, я позиционировал сначала, как бы, курсор внутри HTML-файла на поле телефон, потом в дальнейшем искалось, например, вот это HTML-тег. Ну, я там досконально не углубился, но, в принципе, можете почитать, вот что означает вот это ATR. То есть, как бы, это, скорее всего, ну, это и есть HTML-ский атрибут. Вот это я пока не разобрался, ну, просто взял готовую конструкцию. Вот, вот эта конструкция, что означает. Ну, скорее всего, это просто, как бы, вытаскивается все, что внутри, этого HTML-тега. Ну, и, соответственно, вот это, вот это сохранялось уже в VAR-6. Но, обратите внимание, что у встроенных у него было в VAR переменных от 1 до 9, поэтому я потом перешел на такие переменные. Ну, и, что очень удобно, там, как бы, в процессе программирования этого скрипта можно делать, разбить это все на маленькие кусочки и, как бы, отдельно смотреть, куда методом тыка вот это все вставлять. Ну, я не буду, как бы, процесс записывать. Я думаю, что, если захотите, там, изучить, можно будет, там, подтыкать. Ну, главное, разбить эту задачу на мелкие. Например, вот, поставьте задачу скопировать одно поле из админки в, там, допустим, в соседнее окно браузера. Вот здесь вот TabT2 называется, например. Здесь вот такая команда, то есть, это переключить Tab Browser. То есть, сначала научитесь маленькую задачку делать, потом можно будет, там, просто ее расширить и все остальное дописать. Ну, в общем, показываю, как это работает, собственно. Нажимаю Play Macro. Здесь вот сейчас покажу пустое, незаполненное поле. Закрою тут лишнее. Вот здесь вот пустое, как бы, заявка. Нажимаю на кнопку. Так, еще раз вот окошко открою. Так, запускаю. Выполняется очень быстро. Вот тут буквально. Так, произошло. А, вот, собственно говоря, почему не произошло заполнение? Потому что я находился не в том окне, да? Так как, конечно, сообщение об ошибках, надо находиться в окне в этом, в активном, чтобы было активное окно, которое, с которого происходит, собственно, обработка данных. Потому что я убрал, там, переход на нужную страницу. Ну, еще раз запущу сейчас. Так, сейчас посмотрим. Происходит какая-то ошибочка, видимо.